ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говоря об инвестициях, мы очень часто говорим о том, какие условия в этих странах, да, условия имеются в виду для бизнесменов, для инвесторов, опять же. И вот здесь скажите, пожалуйста, в Казахстане какие условия для инвесторов, то есть насколько она привлекательна, страна, будем говорить, для инвестиций? Ну, если посмотреть на то, как развивается Казахстан, то это одна из самых быстро растущих экономик региона. Примерные темпы роста экономики около 4%. И мы прогнозируем такие темпы в ближайшие годы. Казахстан является одним из таких крупнейших бенефициаров инвестиций в страны Центральной Азии. За последние 15 лет было проинвестировано иностранных средств порядка 370 миллиардов долларов, и почти 75% этих инвестиций получил Казахстан. Очевидно, что условия для инвестиций здесь очень хорошие, и они улучшаются. Евразийский банк развития в последние годы тоже смещает фокус своих инвестиций именно в Казахстан. Не случайно мы достигли рекордных показателей инвестиций. Сейчас в нашем портфеле более 50% инвестиций сконцентрировано именно в Казахстане. А всего за эти годы мы профинансировали около 100 проектов на общую стоимость свыше 5 миллиардов долларов. 15-17 мая этого года принимаем ассоциацию банков развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь, в Алма-Аты, это ассоциация, которая объединяет и банки развития, и международные финансовые организации. К нам приезжают примерно 8 представителей 83 международных организаций, банков развития, финансовых компаний, инвестиционных фондов из более чем 40 стран мира. И совокупный объем инвестиций этих компаний за последний год превысил 70 миллиардов долларов. Мы хотели организовать это мероприятие именно здесь, в Алма-Аты, потому что регион алма-атинской агломерации является очень быстрорастущей и очень перспективной для того, чтобы продемонстрировать те инвестиционные возможности, которые есть и в Казахстане, и в Алма-Аты, и постараться дополнительно наладить сотрудничество по привлечению инвестиций в интересные проекты. Мы знаем, что в начале года вы встречались с главой государства, вы обсуждали такие межстрановые проекты, да, больше. Можно ли подробнее, что это за проекты, что они нам дадут? Раскрытие экономического потенциала Казахстана все равно связано с развитием региона в целом, потому что многие инфраструктурные проекты завязаны на соседние страны, и здесь необходимо сотрудничество. Вот в качестве таких проектов, которые я обозначал президенту, это проекты в области развития транспортной инфраструктуры, в частности, например, водовод Астрахань-Мангышлак. Это очень важный проект, который позволит обеспечить как питьевой, так и технической водой Западный Казахстан даст качество и условия проживания, даст условия для развития инфраструктуры, и вот этот проект мы планируем к реализации в этом году. Мы уже активно инвестируем в инфраструктуру в Казахстане, это и Бакат, и аэропорт Туркестана. Очень важные проекты, это проекты по развитию логистики, и в этом плане проект Аэгосбахты, создание железнодорожной ветки с погранпереходом на границе с Китаем. Это очень важный проект, который позволит увеличить грузооборот на 20 миллионов тонн. И в целом, конечно, транспортная связанность в регионе с соседними странами позволит примерно на 30% увеличить объемы взаимной торговли, повысить продовольственную безопасность, повысить экспортный потенциал Казахстана, потому что та же самая сельскохозяйственная продукция – это огромный потенциал для развития. Все-таки до 40% товаров из-за неоптимальной логистики, отсутствия инфраструктуры просто гибнет на полях. То, что касается продовольственной безопасности страны, насколько сегодня мы можем говорить об этом, о том, что можем ли себя полностью обезопасить продовольствием, то есть даже был разговор, чтобы не только себя, но и соседние страны. Вот в этом плане какие у нас есть возможности? Есть задачка минимум, есть задачка максимум. Конечно, самое важное – это обеспечить продовольственную безопасность страны и государства. И в этом плане здесь все очень хорошо. По многим показателям обеспеченность находится на уровне 100-110%. Ну вот по мясу может быть 82%, но это тоже растущие цифры. Где-то, где структурно может быть обеспеченность не такая высокая, например, фрукты, ягоды, всегда есть страны-соседи, которые могут с этим помочь. И поэтому, если рассматривать продовольственную безопасность региона в целом, то здесь ситуация очень благоприятная. Но я считаю, что с точки зрения реализации потенциала существует и определенная сверхзадача, которая, ну, вполне по плечу – это в рамках всего евразийского региона попробовать создать такой уровень продовольственной обеспеченности, чтобы иметь возможность активно экспортировать продовольствие. А вокруг очень большие страны с огромным населением. И вот мы рассчитываем, что к 1935 году, например, евразийский регион может условно накормить, обеспечить продовольствием до 600 миллионов человек. Это 240 миллионов человек, которые проживают в евразийском пространстве, плюс еще более 300 миллионов человек стран-соседий. И это огромный вклад в устойчивое развитие всего мира. Многие эксперты, политологи говорят, что сейчас время, вот сейчас пришло время Центральной Азии, фокус сменился. Так ли это на самом деле? Ну, действительно, это один из самых быстрорастущих регионов. И, наверное, к этому региону относятся в первую очередь Казахстан, конечно же, Узбекистан, но и Киргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Все это страны, которые обладают очень серьезным потенциалом. Этот регион растет средними темпами где-то 6,7% в год. Это очень высокие темпы. При этом есть дополнительный потенциал к развитию. И я думаю, что можно и дальше делать этот регион одним из самых привлекательных с точки зрения инвестиций. А вот теперь скажите, пожалуйста, вот вы, когда проводите встречи, переговоры, например, в Кыргызстане, Узбекистане, я даже не знаю, Таджикистане, в Англии, в Европе, где-нибудь в Америке, в других странах, вы наверняка уже предполагаете, да, вот сейчас я встречаюсь с англичанами, они вот такие-то, такие-то предполагают, какие они. Какие вот казахстанцы, то есть хотелось бы такой вот, знаете, качественно их описать. То есть какой он, казахстанец современный? Ну, вы знаете, современный казахстанец и современный Казахстан очень привлекательный и народ, и страна, потому что долгие годы руководители государства вкладывались в образование, и получился очень хороший эффект. Я знаю, многие казахстанцы получали, например, образование за рубежом, но мне кажется, это один из самых таких эффективных процессов, когда люди не уезжают, а приезжают обратно в страну и отдают все свои знания и умения на благо развития родной страны. Это гостеприимный народ, очень хорошо понимающий глобальные тенденции и современные технологии. То есть все это дает очень хорошую основу для развития. Спасибо вам большое за интервью, за то, что нашли время ответить на наши вопросы и встретили нас в этом солнечном городе Алматы. Всего вам доброго. Спасибо. Каждый день мир становится объемным.